Спасибо подписчикам, специалистам. Научили. Муж сегодня ездил газовал. Газовал? Газовал. Спасибо большое. Ошибка вот эта перестала гореть. Подписчики подсказали, что надо погазовать. Вот он сегодня как газанул. О, у нас, видите, ездит вот. Газует тоже. Мы в Нарве. Чего? Вот этих. Мы в Риме, в Нарве. Приехали нарветяны объедать. За сыром приехали, с трюфелем. Да что-то я эти не хочу. Может, тут Максима куда-нибудь заедем. Вяленые. Я хочу вяленые. Да, вяленые. Давай посмотрим. Я хочу вяленые оливки. У нас только в Максима они продавались. А сейчас их нету. Дань, вон есть. 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 Вон в больших банках, смотри. Ничего себе. Вон какие. Ничего не дешевле. Дороже тесто. Да, конечно. Килограмм. А у нас килограмм по 6,50 был. Давай баночку возьмем. Я уже соскучилась по таким оливкам. И пойдем сыр искать. Ну да, у нас банки-то. У нас 1,5 евро стоила баночка маленькая. Вот, 314 миллилитров. Да. Вот у нас не продают в Риме. Такого нету ассортимента. У нас маленький. Мини Риме у нас. Масло. Подсолнечного масла нету. Только рапсовое. И оливковое. Вот рапсовое ЭКО. Вот тоже рапсовое. Рапсовое. О. Подсолнечное. Так. Подсолнечное. 5,19. И 4,49. Подсолнечное масло. Да. В дефиците. Будем на сале жарить. Мама раньше на сале жарила. И, кстати, когда жарили на сале, никого толстых не было. Мяска, колбаска. Так. Ищем сыр. С трюфелем, который, он, по-моему, даймонд называется. Я с вами не едем сегодня. Бриллиант называется. Этот какой-то копченый, по-моему. С трюфелем вот, но он дорогой. Вот этот он. Он, вон, 45 евро килограмм стоит. Он где-то все время тут был. И он был в квадрате. Квадратиком таким длинным. Прямоугольником. Угу. Да. Вот он. Этот 15 евро килограмм стоит. 15 чем-то. Вот этот вкусный сыр. Но он не козий, не овечьий, коровий. Очень вкусный. Я буду. Вот этот два кусочка давай возьми. Только такой, не жопку. Ну и этот возьми. Вот этот вкусный сыр. Очень вкусный вот этот сыр. Прямо ум отъешь. Но этот мягкий. Вот этот мягкий сыр. А вот этот твердый. Козий. Вот этот, давай вот этот попробуем, да? Возьми кусочек. Козий. Козий. Мой вкусный. По 16. Ну, этот. А этот тоже 16. Ну, этот не пробовал. Мягкий. Ну, значит, такой же мягкий козий сыр. Ну, еще новогоднюю не доели. Пока без колбасы. Ну, все. Поехали в Лидл съездим. В Риме-то мы за сыром с тобой заехали. Знаем точно, что он тут есть. Рыба. Мясо. Это мутка? Не знаю. И яхуда тут, да? Утка. Утка 4,29. 6,50 килограмм. А это 4,99. Огурцы, Таня говорит, которые не уродились. Рядом. Ага, они вот типа такие. Только вот такие. Сравнение. 250 грамм, 2,39. Да, вот сравнение. Обычные-то огурчики, они вот они. А эти такие, ну, как салатные. Ну, почти 10 евро килограмм, в общем. Я отдала свою рабочую машину в сервис. Сейчас сказали гулять часа два. Вот мы в Нарвию, у Фама Кескуса. Стекла у нас грязные. Ну, в общем, снег сошел. Дня за два, наверное, да? На улице плюс 6. Ну, солнышко такое хорошее. Побывали в Риме. Едем в Лидл. Знаменитый. Поехали в Лидл. Даня, поехали в Лидл. Стоянка возле Лидла. Полтора часа, да, бесплатно? Мы вот такие часики ставим. Что мы приехали сюда 20 минут. Покажи, Даня, часики. Вот такие вот у нас часики на машинах. Во всех мы возим машинах. Поставили время, в которое мы прибыли. И полтора часа мы можем ходить. И стоянка будет бесплатная. От Фама Кескуса 250 метров на машине. И пешком. Идем в Лидл. А вон там какой-то хлеб. Цены, конечно, поднялись. С момента открытия этого магазина. 6,50 фреш. Я купила по 2 евро мясо и накрутила сама. Фарш. Соль 29 центов. В магазине есть соль. 5 штук в руки. Соль можно взять. Соль иодированная. Я такую не покупаю. Лосось. 9 евро килограмм. В общем, народу не убавилось. Ну, меньше, конечно, чем на второй день открытия. Ну, такое ощущение, что никто не работает. Ну, ладно, мы приехали по делам. Призошли. Вся нарва в Лидле гуляет. Прикохтлоярва тоже. Набегами. Давай возьмем яблочный. Мы с тобой его пьем хорошо. 100%. Ну, бутылка мягкая, конечно. Ну, и что? Ну? Ну, в стекле будет больше 2 евро стоит. У нас эти ребрышки в маринаде можно за 3 купить. И за 2 бывает. Что там скидки? Процент на мясо покупать? А, ну, там вон какие-то скидки. Сейчас там. Они, конечно, в Лидле сейчас. Не знаю. У нас в обычном магазине можно дешевле купить. Ну, что специально в Лидл больше не поедем. Я вот такое мясо по 2 евро у нас брала. Бройлер 2 евро. У нас так же все стоит. Ляшечки. Угу, вытачки. 3 евро килограмм. А почему? Смотри. А, там 550 грамм. Поняла. Уходили мы 20 минут второго. Пришли 5 минут третьего. То есть уложились. Даня, а редиску-то я и не увидела в магазине. Вон, видишь, была. Я еще думала купить огурчик, купить редиску и сделать салатик зеленый. Я что-то и не это самое. Хотя там пустой лоток был. Пустой лоток. А, нет. Была белая и такая красная. Дайкон был здоровый дайкон. Дайкон. В общем, без редиски. А лоток пустой был такой вот со скидкой. Это я посмотрел очень. В общем, Лидл нам не глянулся, да, в этот раз? Да. Все какое-то дорогое. Все какое-то... Ну, не родное, да, Дань? Не наше какое-то. К чему мы привыкли. Польское. Не эстонское. Ну, что-то было, конечно, подешевле. Но так. На 20 евро прогуляли. А я купила себе, знаете, что? Свиные уши. Нарезанные. Нарезанные. Я как-то купила свежие. И там в пакете замороженные. И в пакете продавалось только 2 килограмма. Меньше не фасовали. Я принесла домой эти уши замороженные. Хотела из них что-то сделать. Муж меня чуть-чуть не отправилась дома с этими ушами. Я ему говорила, что это так вкусно, что давай приготовлю по-корейски. В общем, коллеге по работе эти уши отдала. Сначала два уха унесла, потом там три уха. Она там что-то готовила. Говорит, вкуснятина. А сегодня они нарезанные, там какие-то с чесночком. Нафасованные уже. Короче, он говорит, купи себе эти уши. Испокойся. Я вот помню, я их раньше ела. Ну, помню, что такие хрящики. Ну, в общем. Волосатые грязные уши. Они не волосатые, они с чесночком, там с перчиком. В общем, муж брезгует. И сейчас говорит, вот сейчас и пообедаешь. Хлебушка купили, говорит, уши купили. И сейчас сядешь, говорит, и поешь. Ну, поехали в следующий. В Астри Кескус, да? Ой, кто-то звонит. Наташа, вот твоя любимая нарва. Уже без снега, уже без грязных сугробов. Мы только что были в Лидле. Были в Фама Кескус. Поехали в Астри Кескус. Просто погулять, потому что ждем, пока машину мне сделают. Вчера видели уже машины, чистят улицы, щетками вдоль бордюров. Наводят чистоту к весне. Травки, конечно, еще нет. Листиков тоже. Ну, по крайней мере, в Нарве. В Нарве нету снега. И вот мы подъезжаем к Астри Кескусу. Кого-то сбили, что ли, тут? Голубя. Голубя. В Нарве, возле большого такого торгового центра, находятся вот такие вот домики. Прям в центре города. Маленькие. Частный сектор. Небо какое красивое, смотри. Да. Прямо такое, прямо... Ой, небо. Я так соскучилась по этому небу. Весеннему, летнему. Зимой-то оно совсем было, все темно. Муж сначала меня пугал, что я уши буду есть в машине с хлебом. Сейчас хлеб... Вон, с этими... С лавашами. С лавашами, говорит, буду есть. Уши нарезанные, говорит, туда покросят. Говорит, будешь обедать в машине ушами. И потом говорит, ладно, пойдем. Я тебя свожу, говорит, в кофейню. Но нам вот тут какая-то индийская кухня у нас тут сегодня. Индийско-вьетнамско-китайская. Да, Даня? Да. У нас такая лапша с мясом, с креветками. И курочка острая, да, все такое. И курочка. Это мы по одной порции заказали лапши. И одна порция мяса. Это вот на двоих такие огромные порции. И вот это одна порция лепешки. В общем, тут так кормят всегда. Мы всегда берем по одной порции на двоих. Либо рис, либо лапшу. Потому что лапши вот это вот целая тарелка с горкой. Вот тут эти лепешки такие невкусные. Они есть с сыром, с чесноком, с маслом. И вот с таким соусом подаются эти лепешки. Мы сегодня взяли с маслом. Поели, попили. Нам позвонили, сказали, можете забирать машину. Что-то даже быстро. За два часа они управились. Ну, значит, так поменяли масло. Тормозную жидкость. Да. Не будем думать о плохом. Будем думать, что все нормально. Все, мы домой. Смотрю. Тормозную жидкость. Так. Продолжение следует...